Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья. Сегодня понедельник и по традиции немножко с вами поболтаю и покажу некоторые свои орхидеи. И поделюсь своим опытом, как я поливаю орхидеи именно зимой, именно когда они цветут и именно тогда, когда они очень тесно стоят. И все с вами цветоносами переплелись, чтобы практически достать какую-то орхидею, не поломав у нее что-то, невозможно. Ну, начнем с показа двух своих орхидей. Я с ней познакомлю. Сейчас я ее вытащу. Вон там она в глубине. Видите, результат прогулки попугаев в другой комнате. Я вынесла их отсюда, чтобы они не мешали, не шумели. Вроде в той комнате орхидеи закрыты занавеской. Их там мало. И вот слышу грохот. Принц решил все-таки приземлиться между занавеской. Я окном спикировал на орхидеи. И вот ждала-ждала я, когда полностью рассветет мой попугайчик. И уже вот что от него осталось. Рядом стояла у меня и стоит Карина. Вот от нее тоже листик он сорвал. Так что орхидеи мешают не только людям. Нет, знаете, скорее всего, орхидеям все мешают. И люди, и животные, и птицы. Ну, наверное, все-таки, если увлекаться орхидеями, так знаете, глобальных масштабах, нужно все-таки выделять или отдельную комнату, или такой, если у вас свой дом строит оранжерейку, и тогда будут все довольны. И не будет вот таких плачевных результатов. Ну, ничего. В следующем году или летом попугайчик меня вновь порадует своим цветением. Что я могу спросить с этой неразумной птицей, которого он кричит в другой комнате. А сегодня я хочу поговорить о двух орхидеях. Орхидеях. Вот название одной. Это орхидея фокус. Это самое первое цветение. Я ее получила, я ее заказывала в интернете. Вы знаете, когда я ее еще заказывала? Это получается аж позапрошлом году. Даже не в прошлом, а позапрошлом. Но мне ее почему-то, какие-то орхидеи мне выслали, а две или три не выслали. Я ждала долго, несколько месяцев, потом все-таки решила поставить этот вопрос. Где же мой фокус и еще что-то? Ну, потом все-таки фокус мне выслали. Это уже было в мае. Пришла она, знаете, такая реанимашка. Это был подросточек, очень мало было корней. Было три листика. Вот этот листик, вот этот и половинка. Вот здесь еще один был листик, половинка была от него. Впрочее, я его вообще пожелтела летом, я оборвала. И вот задача за это лето была просто, как бы, заставить его жить, растить корешки и растить новые листики. Вообще, эта орхидея мне очень дорого обошлась. Когда заказываешь 5-6 орхидеи и оплачиваешь за их поставку, как-то раскидывается эта сумма на несколько орхидей. Вроде цена не очень увеличивается. Но когда тебе уже присылают одну, которую почему-то мне не выслали в основной посылке. И представляете, одна посылка. Подарок мне дали вот такой горшочек. Какое-то еще средство, не помню, для обработки. И вот этот подросточек мне обошелся, я не знаю, ну больше 1000 рублей. Думаю, что он процвел по сорту. Ну, немножко на рисунке более там пестрый он был, но так как это самое-самое первое цветение этого подростка, я даже вообще не ожидала, что он у меня уже и зацветет так быстро. Но он все-таки зацвел, вот два бутончика он раскрыл. Вообще, на этом сайте я читала, что фокус этой орхидеи в том, что каждый цветочек будет немножко разукрашен по-другому. И каждое следующее цветение тоже будет отличаться от предыдущего. Ну вот я сравниваю вот эти два цветочка. Я специально ждала, пока разцветет второй цветочек, чтобы сравнить. Но пока особых различий я не увидела. Пока и первый цветочек, и второй цветочек расцвели одинаково. Этот цветок буквально вот раскрылся сегодня утром. Я специально до обеда тяну, чтобы он побольше раскрылся. Ну, расцветка я вижу аналогичной с первым. Здесь как бы присутствуют два цвета, белый и бортовый. Ну, очень такой эффектный, яркий цветочек. Он не плотный особо, не восковой, такой средней плотности. Немножко вот эти боковые лепесточки как-то хотят немножко быть такими бахромистыми. Еще мне нравится, знаете, вот изнаночная сторона, посмотрите. Тоже он симпатичный. Вот этот ободок, ободок по краю лепестка. В принципе, расцветкой я довольна, не разочаровалась. За лето, посмотрите, какую корневую нарастил этот фокус. Тут все тоже нормально. Вот эти старые листики уже, наверное, летом, они, видите, вот уже начал желтеть, отпадут. И, в принципе, новая розеточка будет такая очень даже симпатичная. Повторюсь, это самое-самое первое цветение вот этой орхидеи фокус. Покажет ли она мне фокус в следующем цветении? Посмотрим. Как-то она же должна оправдывать свое название. Вот, фокус поймал фокус. А теперь я вам покажу другую свою орхидею. Это тоже, как бы, детка, подросток, тоже самое первое цветение. Сейчас я отодвину эту орхидею. Я так думаю, что она, можно сказать, самая темная орхидея в моей коллекции. Она такая бархатная. Цветение этой орхидеи я уже видела, но я сказала сейчас, что это первое цветение, потому что это цветет детка. Как-то она у меня была три года назад куплена и посажена вот в такой контейнер, что было под рукой, но, оказывается, нет ничего постоянного, чем временное. Я думала, эта орхидея немножко не эта, а вот изначально в этом горшке сидели два таких лопуха больших листьев. И я думала, она будет дальше расти. И вот посадила в такой вот ее, такая бутыль. Я даже не знала, как обрабатывать края, и тогда просто я залепила скотчем. Это было три года назад. И вот за три года, вот то, что это детка, можно рассмотреть, что основание у этой орхидеи, он ниже, вот, вот видите, вот то, что вот этот остов, как бы остов, как он называется, основание, это вот этой орхидеи самой, которая была, а это уже детка. Вот эти два листа, наконец-то, через три года отпали. Но до того, как они отпали, я даже назвала эту орхидею мать Тереза, потому что вот как были у ней два листа, так больше, как будто была нарушена точка роста. Но вроде бы там незаметно, что была нарушена точка роста. Вот эти два листа так и росли. Не росли, а вот как были, так и есть. Но она мне дала за три года три детки. Две детки благополучно разъехались по новым хозяйкам, а вот эту последнюю, она выросла за это лето. Представляете, она уже такая крупная. Она размером, вот как мы заказываем, орхидеи два с половиной. Но это детка. Но еще бы ей не быть крупной. Вот вся корневая, что в горшке, это осталось от родительской орхидеи. Естественно, эти корни питали и эту детку, и у нее за лет, у самой отросли вот такие жирные воздушные корешки. И, возможно, летом я уже ее пересажу в свой горшок. Я видела, как она цвела от деток предыдущих. Было точно такое цветение. Как она называется, я не знаю. Она у меня безымяшка. Она не крупная. Пять с половиной сантиметров всего лишь. Но она такая необычная. Она мне чем-то напоминает орхидею черный принц. Но я никогда не видела эту орхидею. Я как бы ее называю сама. Это мой принц. Посмотрите, она не крупная. Она такая загадочная. Она такая бархатистая. Очень плотные у нее лепестки. И если фокус там семь с половиной сантиметров, это на два сантиметра меньше. Почему-то она один бутончик засушила. Вот самое первое цветение. И у тех деток тоже было по три цветочка. В дальнейшем, если их будет много, конечно, будет очень красиво. Может, кто подскажет мне ее название. Она такого глубока, какого-то бордово-фиолетового цвета. Но она очень темная. А вот эти нижние лепестки, они почти черные. Такая радужная губа. Вот такое чудо у меня тоже есть в коллекции. Вот я почему иногда люблю покупать сюрпризы, когда абсолютно не знаешь, как они расцветут. И вроде смотришь, выбираешь орхидеи, хочешь, такую в продажу не видишь. Но потом, бац, через год какая-нибудь уцененная орхидея вдруг преподносит тебе такой подарок. Ну, на сегодня все, наверное. Про полив, как я поливаю орхидеи, я вам сейчас расскажу в следующем ролике, чтобы не загружать одно видео. Вот еще раз фокус. Знаете, некоторые блогеры не любят маленькие подростки покупать. Цветут, говорят, они не пышные. Но это только начало. Ну, когда мало места, я даже полюбила. Вот цветение именно подростков. Оно меня умиляет. Пусть оно не пышное. Сама розеточка такая молоденькая. И цветочки. Меня вот именно подростков, которые зацели первый раз, даже особо радует. Ну, сейчас немножко про птичек. И встретимся уже в следующем видео. Всем пока! Какая новая игрушка у Рики. Ленточка. Целый день ей забавляется. Я сняла всякие покупные игрушки. Они им не играют. А вот спичками, ленточками. Засегда пожалуйста. Привет. Вот у Рики зарядка. Пинц. Привет, Пинц. Смотри сюда. Смотри сюда. Как дела? Вот Рики перешла. Как у вас дела? Птички. Птички красно-щеки. Рики подставила головку. Удивляется, что это я её не почёсываю. Принц. Может, ты этим займёшься? Птички на прогулке. Как дела? И Рики тут. И Рики красно-щеки. Акробатка Рики. Ой, сваляся ты с веточки. Рики. Молодец. Вот как умеет Рики. Красотка такая. Что принц делает Рики? Летает, кричит. Как таки хочется ему садиться на орхидеи. Ну что за обормот Рики? Почему он не слушается, а? Ты не можешь ему сказать, что нельзя на цветочке? Ты хочешь камеру мою потрогать? Рики, тебе она зачем? Полетает тоже. Как ты хорошо сидишь на веточке. Молодец, Рики. Вот села на камеру. Первый раз Рики села у меня на телефон. Вот. Ей так интересно. Принц обычно все время садится, а Рики впервые. Вот сидит у меня на телефоне. Как дела? Принц. Ай, как Рики хорошо играется на веточках. А он все что-то и выговаривает, выговаривает. Вечно он чем-то недоволен. Посмотрите. Сложил крылья. И командует над нею. Ты вообще как самец на нее внимание обратил. Она перед тобой и так, и этак. А ты, наверное, думаешь, не заслужила еще твоего такого близкого внимания. Командир. Что ты за ней ходишь и что-то ей там доказываешь? Какое ее не отставляют? Привет. Говори, что ты хочешь? Рики, ты его не слушай. Что хочешь, то и делай. Командир. Рики, ты упадешь сейчас, вылази. Я мог бы лучше даме подняться наверх. Вон она застряла там. Ты только входишь и выступаешь. Советами только подсказываешь, да, что надо делать. О, оглушил ты, оглушил.